Уважаемые любители моих роликов о течении нашей жизни ну или эволюции сегодня речь пойдет об ускорение эволюции которая которая воспринимаю с большой радостью почему потому что я думал что не доживу до этого светлого момента почему потому что это очень редкое явление когда вяло текущие эволюционный процесс который среди гоминид не очень заметен из-за того что мы живем недолго и это в общем-то печальная история все время приходится реконструировать события происходит на твоих глазах вот собственно говоря это сейчас и происходит то есть происходит прямое ускорение эволюции доминидных сообществ это очень важно потому что она течет медленно и при медленном течении она регулярно переходит в такой период стагнации то бишь стабилизирующего отбора когда наибольшее преимущество в жизни получают люди которые не умом не блещут не образованием вообще ничем но зато имеют хорошие связи надежных родственников и хорошие доходы которые позволяют вести праздный бессмысленный образ жизни и это сказывается на эволюции человечества потому что она в такой ситуации замедляется но и для того чтобы бороться с этими явлениями всегда в нашей истории отчасти излагаю в этих книжках имеется ввиду книжки посвященные церебральному сортингу их уже вышло 4 издания и в ближайшее время я думаю что может быть подготовлена сильно дописано измененное 5 это о том как эволюционирует человечество по каким церебральным разоконам они общественно-экономическим потому что про общественно-экономические формации остальной бредятину я даже и обсуждать не буду что же происходит тогда когда высочайшие люди пытаются ускорить эволюционный процесс известны нам такие были не да конечно известны ну самое упоминаемое скажем так в нашей стране это явление связанное с иваном грозным то есть иваном 4 в чем дело дело в том что он как известно был человек суровый но суровость это было значительной степени вынужден и в чем делать дело в том что к тому моменту когда он разделил россию на опричину и земщину значит уже дело дошло до крайнего градуса но в том смысле что страну просто начинали дерба дербанить со страшной силой началась ливонская война которая потом кстати вы плохо кончилась и при этом там такие как тогдашний олигарх князь курбский дернул за границу обращаю вашему внимание вам чуть не напоминает естественно с деньгами но в общем все было как всегда и ситуация в стране была крайне тяжелая вот и для того чтобы решить ряд проблем было решено иваном грозным вести притчу ну не такая уж она была изверская не так уж много там людей было в самые развитый момент она составил там 6000 человек ну не так много для страны почти шестью миллионами людей но очень немного и там уничтожили они не так много значит добрых бояр ленивых вороватов вороватых диаков ну диаки тогда были казенные то же самое что сейчас министры заместители там там и прочая всякая публика которая вдруг неожиданно поработав на страну оказывается с очень хорошими деньгами где-нибудь за границу лиц премьеры все там оказались довольно странно но и много еще кого кроме непосредственно близких бояр вот для того чтобы навести порядок и прекратить казнократство то есть заставить людей работать на страну он вел опричь но не боль не такое большое количество было кстати вы он тогда очень поступил демократично в опричь но входили как князья так и обычные дворяне так и просто люди со стороны которые хотели работать на царя ну известной личности палют скуратом кстати он не такой уж и был плохой потому что эти бы все равно пришлось как-то уничтожать а так он и иосифа волоски монастырь построил на свои деньги тоже неплохо я в нем кстати говоря жевал хорошее место между прочим советую съездить посмотреть хотя бы так вот он вел опричь на для чего для того чтобы быстро сменить огромное количество людей которые обладали мозгом старой конструкции то есть та которая не могла воспринимать те реформы которыми он вел страну и чё с ними сделать нельзя у них и власти деньги ну чуть-чуть чё делать с этими людьми ты куда не трепыхнись там все проплачено украдено значит договорено ну то ровно то же самое что и сейчас и иван грозный всего с 1665 если мне память не изменяет до 1672 держала причину потом разогнал и кстати обещал лупить кнопку том что будет упоминать об этом деле но тем не не менее за 7 лет он навел порядок и с новгородцами раздолбайскими и со всеми остальными да конечно ему пришлось использовать от его причину брать того кого кто подвернется демократическим способом поэтому они тоже там я озорничали и грабили бог знает чего творить но тем не менее напрично скоро загнал но результат был достигнут это результат очень важный потому что впервые было произведено целенаправленное скажем так цели целенаправленный сортинг мозгов для того чтобы люди которые остались выполнили государственные дела это был важный момент чрезвычайно следующий этап такого же рода то есть по дело опричено это ускорить революции через там полтора-два поколения это решило массу дел потому что возникли те самые утешайшего времена тишайшего приобретение россии возникли выигрышные войны и прочее прочее то есть вот эта чистка мозгов произведенные иваном четвертом грозным она дала результаты через поколение когда выросли те кого собственно говоря он хотел получить следующий большой этап тоже очень повлиявший на российскую империю это этап петра первого он поступил знать сказать очень мудро в отличие от своего предшественника он создал то же самое то есть по сути дела и таких же точных псов как иван грозный только они назывались по-другому то есть опричина называлась леп гвардии сначала это были просто потешные полки которых он выращивал с 1683 года и к 700 году когда уже они вступили таскач первое сражение это были абсолютно преданные люди и отбор велся жесточайшим образом а именно набирали дворян солдаты и только в офицерское звание после которого начиналось там движение по чинам петр представлял каждого лично поэтому это были его люди это был настоящий отборные люди это был церебральный сорсинг который привел к тому что петр совершил все то что он сделал он одного солдата посылал собирать с губернаторов налоги или ставил лица губернатором офицера какого-нибудь семеновского или преображенского полка все было серьезно иностранные миссиям доверяли это были те самые отобранные люди которые сделали российскую империю дальше дело конечно шло и у нас стране и за рубежом и каждый раз когда надо было быстро сделать серьезные изменения в головах то есть сделать их невозможно быстро люди долго растут медленно созревают а надо отбирать как отбирать создавался вот такой инструмент это на самом деле социально-биологическая машина которая отбирала людей готовых по конструкции мозга идти за царем например или не готовых да это было жестоко но это было и ничего затем не сделаешь это продолжается и продолжался это во время революции но знаменитая в чек а чрезвычайная комиссия на дело точно то же самое это новая причина только уже коммунистического толка не отбирали людей которые были готовы строить новое государство а те кто сопротивлялся тех конечно пиф-паф это понятно те кто не хотел да им приходилось тяжело именно поэтому в чек огромное количество всяких функций было получилось да получилось и обращаю ваше внимание если иван грозный просто истребил половину свою вопричины то пётр первый сделал эволюционное развитие семёновского пряжа браженского полка как элитных личностей давал им привилегии так и с вы чека то же самое они выполнили свою первую функцию отбор жесточайший а потом их стали менять но стали менять избирательно не тотально вы чека переименовали там в двадцать третьем году в гпу при нквд и дальше все пошло поехало и дожил до сегодняшних дней кстати говоря плоды люди оттуда выходят очень неплохие 1 мы с вами широко знаем то есть механизм опять сработал но опять наши поступили гуманно а вот в европе в хваленые поступили негуманно почему потому что гитлер что сделал он воспользовался кеми кем коричневую рубашечниками то есть штурмовиками так называемыми рема а в чем дело они возникли еще в двадцать первом году право двадцать третьем там пивной путь их там разогнали но через два года опять все разрешили ты все было хорошо пока адольф алоизович не пришел к власти а потом те же та же самая причина которая за него зачищала страну для него готовила все была уничтожена знаменитая ночь длинных ножей в тридцать четвертом году и рема того же самого отправили на тот свет вместе еще с прям сотней руководителей штурмовых отрядов и система исчезла обращаю внимание насколько у нас это гуманистично происходило и насколько дикими способами то но теперь про самое главное самое интересное недавно на выступлении президента было сказано что участники своего должны получать специальное дополнительное образование и идти как вы понимаете во власть это очень интересно потому что по сути дела создается новый класс преданных и теперь уже образованных прошедших войну людей как вы видите ускоритель эволюции продолжает свое дело немножко в другой форме немножко под другими лозунгами но собственно говоря цели задачи все те же попытка быстрейшим способом сменить обладателей архаичного значительной степени обезьяньего мозга на тех кто думает уже по-другому ну сколько можете мышиное безобразие когда сыр-то казенный а мыши не хозяйский поэтому уважаемые слушатели вас поздравляю с тем что у нас начинается очевидное новое новый цикл ускорения эволюции в такой форме когда будут меняться люди по совершенно новому принципу я думаю что мы увидим очень много интересненького благодаря тому что будет происходить в ближайшее время на этом с вами прощаюсь приятных наблюдений за событиями которые нам совершенно ясно готовят ближайшем будущем до свидания